Не посещать места массового скопления людей, а также выполнять другие ограничительные меры. Просить всех оставаться дома. Просьбы соблюдать режим самоизоляции в Ялте звучат уже неделю. Обезопасить себя, своих близких и тех, кто находится в зоне риска. Сейчас главная задача каждого. Эта неделя объявлена нерабочей для того, чтобы крымчане провели время дома в условиях самоизоляции и позаботились о своем здоровье. Выходить на улицу рекомендуется только по необходимости. В аптеку или в магазин. Но вы только посмотрите, что происходит на набережной в Ялте. Проявляют сознательность не все. Александр Шептяков в Крым приехал из Москвы за день до закрытия железнодорожного сообщения. Буквально заскочил в последний вагон. Но вместо того, чтобы сидеть дома, отправился в морское путешествие. Вчера в обед из-за лошадей стартанул. Вот сейчас приплыл сюда. Переночевал на Айудаге. Так что вот это вообще продукты на неделю у меня были приблизительно. Но сейчас, видимо, придется их кому-нибудь отдавать. Узнав, что въезды и выезды в столицу закроют из-за распространения коронавируса, тут же купил билет обратно. Но уже на самолет. А ведь он не единственный, кто решил переждать пандемию моря. Я знал, что так будет. Я уехал в 18-м. Мы на машину сели и уехали. Приехали, получается, из Казани. Вот только вчера. Вот завтра уезжаем обратно. Ну, защищаемся от маски, там, руки моем постоянно. Ну, в этом году нам просто пришлось пораньше приехать. Вот так внепланово. Потому что в Москве квартире сидеть, как бы, тоже это не вариант. Таблички закрыты на дверях кафе, парикмахерских спортзалов и магазинов. Купить еду можно только на вынос или заказать доставку. В обычном режиме работают только аптеки и продуктовые. При этом многие крымчане продолжают жить в привычном ритме, игнорируя призывы оставаться дома. С теми, кто пренебрегает рекомендациями, полицейские проводят профилактические беседы. Мероприятия проводятся во всех регионах Республики Крым. Выявленные сотрудниками полиции факты документируются и в установленном порядке передаются в органы Роспотребнадзора для привлечения нарушителей к административной ответственности. Сотрудники полиции могут оштрафовать тех, кто прибыл из-за границы и их сожителей, нарушивших режим самоизоляции. Тем, кто повторно пренебрег просьбами оставаться дома, грозит уже уголовная ответственность. Татьяна Балыкина, Евгений Гарбузов. Утро нового дня.